Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Подскажите, в чем может быть причина лени? У меня часто очень сильная лень, чтобы что-то сделать, нужно заставить. Делать себя через борьбу и сопротивление. Я уже сама стала от такого ленивого состояния, но не понимаю, как избавиться от лени. Раньше я всегда считал, что это нужно только через силу воли передавливать себя и заставлять на что-то делать. Но мне надоела эта борьба и хочется по-другому. Буду очень рада вашим комментариям и коротким рассуждениям по теме лени. Спрашивает Татьяна. Татьяна, вам не комментарии нужны и не рассуждения, а вам нужна психотерапия, потому что вопрос лени снимается именно через психотерапию. Причем зачастую за темой лени скрывается ряд других проблем. Понимаете, в чем штука? Не так важна причина лени, не так важна. Важно другое. Важно то, что если такая проблема возникает, значит имеет место быть внутренний конфликт. Внутренний конфликт возникает вследствие определенных противоречивых установок. Часть из которых принадлежит вам, а часть из которых является не вашим. Внутренний конфликт может происходить вследствие вашего обращения с вашими чувствами. Когда, например, вы по пути в целом привыкли, ну, пренебрежительно, достаточно относиться к своим чувствами, быть невнимательными и так далее. Вот вы говорите, я всегда считал, что нужно себя пересиливать, а откуда вы это узнали? Откуда вы узнали, что себя нужно пересиливать? Ведь откуда же, откуда-то вы об этом узнали? Почему-то вы так считаете? Вот. Это не просто так. Лень часто приписывает к страхам, например, к страху потерять время, поправить его зря. Лично я думаю, что лень означает либо, что человек не хочет делать то, что ему нужно, либо для него актуально что-то другое. То есть, понимаете, все, что мы делаем, мы делаем из, так скажем, определенных потребностей. Все, что мы делаем. Мы делаем из определенных потребностей. И в норме, когда мы хорошо слышим свои потребности, знаем их, реализовываем их, мы делаем то, что для нас актуально по потребностям. То есть, если мы хотим есть и хотим есть сильно, мы идем и едим. Мы хотим спать и достаточно сильно мы идем и спим. Вот. И как вы можете догадаться, далеко не всегда человек, который хочет спать, идет и ночится спать. Иногда такой возможности попросту нет. И приходится откладывать на потом данную потребность. Это нормально. Но в определенный момент, когда уровень потребностей достигает достаточно высокого значения, человеку начинает как бы не хотеться ничего, кроме этого. И соответственно лень в данном контексте. Это индикатор того, что вам чего-то хочется. Не того, что вы делаете. Не того, что вы делаете, точнее. Но вы себе это запрещаете. Вы себе запрещаете того хотят. Вы отгоняете всеми силами эти мысли, эти желания. Вот. От лени может быть и определенная выгода. Что тоже довольно интересный момент. То есть, здесь дело не в том, как бы, какова причина лени. А дело в том, какую выгоду от этого, от лени, вы собственно говоря получаете. Что-то, что это за выгода, которую вы получаете, чтобы вы могли получить от того, что лени. Ну, помимо самых очевидных вещей, например. Здесь, на мой взгляд, если вот как-то описывать, скажем так, ситуацию, да, то я бы предположил примерно следующее. Что благодаря лени, вы вполне можете проявлять заботу о себе таким образом. Ведь именно благодаря лени, вы оказались сейчас здесь, на нашем сайте и спрашиваете что-то по поводу себя. А если бы не лень, вот, та самая, та самая, если бы не она, то вы бы и не обратились бы за помощью. Потому что привыкли, привыкли, например, себя подавлять. Вот. Потому что привыкли, что себя нужно заставлять. Вот. Понимаете, какая история? То есть вы получаете эту выгоду, но выгоду вот таким, получается как бы косвенным способом, косвенным образом. Вот. Можно это, в принципе, и другим способом получать. Более, что называется, легальным. Но, для этого, как вы понимаете, для этого себе нужно это разрешить. Необходимо разрешить себе это сначала. И уже потом, когда вы себе сможете это разрешить. Я думаю, что необходимость в лене для вас отпадёт. Вот. Примерно так. То есть, эм... Очень важна, в данном конкретном случае, ваша история. Что вам нужно делать? Как именно, как конкретно вы испытываете лень? Как понимаете, что, собственно говоря, это она. Ведь, эм... Не всегда, не всегда, эм... Можно понять, что, что это, вот, что это именно лень. Ну, вот. То есть, давайте, вот, как-то постараемся какую-то историю рассказать, да? Постараемся, постараемся описать, э... То есть, э... Как вы относитесь к лене? Вот. Иногда, э... Её ещё называют, я имею в виду лень. А... Прокрастинация, то есть, откладывание на потом. Вот. И так далее. Да? И, обратите, пожалуйста, особое внимание на то, что вы... Фокусируетесь именно на... Причинах. Да? То есть, э... Что такое... Фокусировка на... Причинах. С точки... Ну, вот, допустим. С... Моей точки зрения. К примеру. Да? Вот. Э... Фокусировка на... Э... Причинах, это... Уход. Вот. От... Само счёту. Это уход... От... Реальной жизни. Вот. Понимаете? То есть, э... Что это значит? Что значит уход от реальной жизни. Это значит, что я буду... Э... Вниматься. Прошлым. Я буду... Э... Э... Исследовать... Прошлое. Как бы говорите вы. Да? Я буду пытаться понять вот... Прошлое. Ну... Здорово. Отк � sexto в настоящем, я... Как бы буду... Игнорироваться. Вот. Внешне... Вы.... Конечно, не игнорируете, ничего. Внешне, вы... Э... Как бы задаёте впечатление, что разбираетесь в том, что с вами происходит, но фактически история получается такой, что вы не живете в настоящем, а уходите в прошлое или в рассуждении, понимаете, понимаете, что здесь вот в какой-то степени происходит игра, здесь в какой-то степени происходит игра, к сожалению, вот, ну и в этой игре естественно как бы не будет как бы победителя, в этой игре будет как бы только ваша нерешенная проблема, вот. Следующий и последний момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это момент вашего интереса, то есть вам нужно обратить внимание на то, что вам интересно, и спросить себя, как часто я позволяю этому в моей жизни быть, вообще, как часто я делаю, например, то, что мне интересно, то, что мне нравится, то, что мне по душе, потому что если вы транслируете, например, такую мысль, что я себя, грубо говоря, должна преодолевать, я себя должна, ну, перебаривать, как вы сказали и так далее, то выли не выли изникает эта мысль относительно того, да, ну, как насчет как бы того, чтобы не перебарывать себя, как насчет того, чтобы делать что-то в свое удовольствие, вот. И вопрос, на мой взгляд, заключается в том, можете ли вы это делать, если у вас такой опыт. Умеете ли вы отдыхать? Вполне возможно, что вы не умеете отдыхать. Я бы даже так сказал, вот. И если это правда, если вы на самом деле боитесь отдыхать, то, ладно, нужно, как мне кажется, вот, в первую очередь, наверное, научиться отдыхать, вот. Это то, что на самом деле, то, что реально вы можете, как мне кажется, сделать, сделать для себя, хотя бы. Понимаете, да, о чем идет речь. Ну, на этом, я думаю, можно мой ответ закончить. Буду благодарен за обратную связь по нему, по моему ответу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.